Дантинорм Бэйби Для приема внутрь при прорезывании зубов Дантинорм Зубки малыша На радость мамы папы Ацилококцинум Это не просто препарат, который помогает иммунитету победить простуду и грипп Это наша любовь и забота О тех, кто нам дорог При простуде и гриппе скорее ацилококцинум Кашель бывает разный Кашель разный, а сироп один Стадаль Карамельный Добрый вечер, я рада вас приветствовать В студии регионального информационного агентства Орин Информ И сегодня очередная встреча В проекте «Поговорите с доктором» Наш гость И ваш собеседник на сегодня Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Суходолец Сергей Николаевич, добрый вечер Я рада вас видеть в нашей студии Итак, речь пойдет сегодня о профилактике лечения онкологических заболеваний И уже сейчас свои вопросы вы можете задать Сергею Николаевичу на сайтах Орининформ.ру, Рио56.ру, Орс.ру, в группах Здоровая Оренбуржия, в социальных сетях Facebook и Вконтакте А также по телефону в Оренбурге Код города 8-35-32-388-250 С удовольствием спешу заметить, что нашу программу сегодня смотрят И, надеюсь, будут активно участвовать в ней Наши земляки, арчане И это происходит благодаря телеканалу Евразия Итак, трансляция в Орске началась Мы будем работать для вас в течение часа И поскольку, как всегда, живой интерес у нашей аудитории Вызывает и темы сегодняшнего разговора И уже присутствующий в этой студии гость Сергей Николаевич, с вашего позволения Начну с вопроса о торчан Вопроса очень основательного и серьезного Здравствуйте Почему, да, это информация с сайта orsco.ru К сожалению, она без имени и фамилии отправителя Но, тем не менее Почему в Орском онкодиспансере такие очереди на химиотерапию? Зачитаю сначала весь вопрос В прошлой беседе на прямой линии озвучили сроки Что от момента постановки диагноза до момента лечения Должно пройти не более двух недель Сейчас запись на химиотерапию растянута на месяц Но, а с учетом праздников, она еще больше Вы вообще в курсе, что творится в Орском онкодиспансере? Это как бы первая часть вопроса И еще один вопрос по конкретной форме заболевания Из вашего опыта Какая терапия показана при медиастинальной форме рака легкого? Рак средостения, правильно? Или средостения? Средостения Возможно ли провести операцию? Лучше ли делать лучевую терапию? Или вводится вообще только химия? И если возможна операция, то где она проводится? В Оренбурге? И можно ли потом будет наблюдаться по месту жительства? Ну, это как бы общий свод вопросов, которые задают арчане Давайте поэтапно, да, Сергей Николаевич? Давайте Относительно очередей на химиотерапию Почему так растянута очередь И вообще относительно дел в Орском онкодиспансере Вы в курсе, наверняка уверена в курсе того, что происходит Я, конечно, в курсе, да Орский онкологический диспансер Это второе по величине онкологического учреждения нашей области В настоящее время там 80 стационарных коек Там ведется большое строительство То есть строится новый онкологический диспансер Мощностью 180 коек В настоящее время, конечно, у них коечный фонд ограничен 20 коеками отделения химиотерапии Ну, конечно, там могут возникать очереди Естественно, в такой ситуации Ну, мы как бы у нас профессиональная взаимовыручка Если у нас есть места, мы берем от таких пациентов на себя Ну, а вообще, согласно порядкам оказания медицинской помощи По онкологическому профилю и изменений Которые вот произошли буквально в конце 2017 года Значит, начало лечения специализированного Должно быть не позднее 30 дней С момента подозрения на диагноз онкологического заболевания То есть такой карт-бланш в 30 дней? В 30 дней, да Это и первичный онкологический Этап первичной онкологической помощи Этап диагностики, в том числе Гистологической верификации этого заболевания И 10 дней после окончания гистологической верификации То есть, когда нам уже известен точный диагноз Мы еще имеем 10 дней до начала специализированного лечения Так что 30 дней – это вполне приемлемый вариант Начала специализированного лечения С момента подозрения на онкологическое заболевание Праздничные дни очень повлияют? Ну, праздничные дни всегда для нас катастрофа Это почти 10 дней А лечение у нас больные продолжают И лечение не останавливается Работа ведется в круглосуточном режиме Так что это, в общем-то, за исключением, скажем, оперативных каких-то вмешательств На это время останавливается оперативная работа И, естественно, накапливается какое-то количество очередных пациентов Нуждающихся в этом виде лечения Поэтому, ну, праздничные дни – да Но жизнь вносит в коррективы и в этот вопрос тоже Вы знаете, вот очень сложно общаться с вами В отсутствии, ну, как минимум имени И вашего местонахождения на этот разговор Пожалуйста, подписывайте свои вопросы и сообщения Теперь ко второй части этого послания По форме заболевания Опухоль средостения Да, какая показана терапия при вот этом заболевании Ну, трудно сказать, какая там опухоль Локальная она или место ее расположения Но, значит, лечение таких опухолей проводится в отделении легочной хирургии В таракальном отделении Это отделение расположено только на нашей базе И лечение хирургическое может получить только там Но вообще лечение таких пациентов комплексное Возможно, начинать нужно с химиотерапевтического этапа Затем хирургия, потом лучевая терапия Все три компонента лечения здесь приемлемы Но лечение, еще раз повторю Должно проходить на базе областного онкологического диспансера В таракальном отделении Там находятся специалисты в этой области Да, мы ответили на вопрос, что лечение проводится в Оренбурге А еще одно уточнение Наблюдаться по месту жительства возможно? Да, конечно Пациенты, выписанные, скажем, из нашего учреждения Получают все рекомендации по дальнейшему наблюдению Лечению, объемом обследований периодическим Как правило, такие пациенты в первый год наблюдаются У онколога четыре раза в год То есть один раз в квартал На второй год наблюдения один раз в полгода И в третий год и последующий один раз в год Если у таких пациентов нет признаков рецидивирования Прогрессирования этого процесса и так далее Если это есть, то лечение и наблюдение проводятся без этого графика Спасибо, Сергей Николаевич Мы задали тон и ритм сегодняшней беседе А говорим мы о профилактике и лечении онкозаболеваний И на все ваши вопросы, уже полученные нами на сайтах И которые мы, возможно, еще получим В том числе и по телефону 835-32-388-250 Вы получите от главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергея Николаевича Суходольца Но дальше к вопросам нашей аудитории Этот задан надеждой Недавно прочитала, что в Оренбургской области На первом месте рак кожи Действительно ли это так? Почему? И с чем это связано? Действительно, в структуре заболевания рак кожи Занимает ведущие позиции И первое место По сравнению с другими локализациями Это происходит из-за высокой инсоляции в нашей области То есть число солнечных дней в нашем регионе Оно сравнимо с таким же количеством солнечных дней В Краснодарском крае В Ставропольском крае В Крыму То есть очень высокая инсоляция Поэтому Значит, профилактика этого заболевания Является снижение солнечного воздействия на нашу кожу Учитывая это, мы не рекомендуем и солярий В общем-то, загорать на открытом солнце Только в определенные часы Это утром до 11 Или вечером после 4 часов Когда это полуденное яркое солнце Уже клонится где-то к закату Вот такие методы профилактики И использование в летний период солнцезащитных кремов Ну и соответствующая одежда тоже не мешает Ну и соответствующая одежда, конечно, да Она защищает от солнечного излучения Ведь мы когда едем отдыхать куда-то в теплые края К морю Обязательно берем с собой солнцезащитные кремы И там ими пользуемся А приезжая домой, как-то про это забываем А солнце, оно везде одинаковое И здесь оно нещадно, так сказать, нашу кожу полит Причем не только вызывая заболевания Но и быстрое постарение Это касается наших девочек, девушек и женщин Которые хотят быть привлекательными Вы при этом очень пристально посмотрели на меня Сергей Николаевич Я вообще ненавижу солнце, честно У вас замечательные козы, да Спасибо Я вижу, что вы за ней ухаживаете Спасибо Вопрос от Ольги Ну, тревога надежды оправдана, значит, относительно Вот первенства рака кожи А вопрос от Ольги Передается ли рак по наследству Вот бабушка умерла от этой болезни У нее был рак груди Мы с мамой теперь переживаем Вдруг у нас будет такое, как нам быть Вот наследственный фактор Наследственный фактор, конечно, имеет место Если в семье, то есть среди близких родственников Предки болели раком любой локализации То вероятность заболевания раком у его потомков Где-то вырастает в два раза Уф Да А если, так сказать, не один родственник, а несколько, то соответственно еще больше При раке груди также этот рак может передаваться по наследству Это поломка в гене Берсии 1-2 Ну, вы, наверное, слышали о синдроме Уже его называют Анжелины Джолей Да, да, да Которая... С языка сняли вопрос, да У которой именно была такая поломка в этом гене Берсии 1 Действительно, вот эта вот генная поломка Она увеличивает вероятность заболевания раком груди до 65-80% И раком яичников где-то до 40% То есть... И в Америке уже с профилактической целью делается удаление молочных желез, яичников Но как-то в Европе, в странах Европы это не прижилось И мы как-то с осторожностью к этому тоже относимся Потому что, несмотря на удаление обеих молочных желез Ну, естественно, с имплантированием там и восстановлением их формы А то, может быть, и улучшением их формы А вероятность заболевания сохраняется То есть все равно можно заболеть раком груди Потому что остаются какие-то дольки добавочные молочной железы То есть субстрат остается То есть это не стопроцентная защита от рака груди Единственное, что можно было бы посоветовать, скажем, таким женщинам Это тщательно следить за ситуацией Проходить профилактические осмотры Маммографию И если появляется какое-то опухолевидное образование Вовремя его вылечить Вот тогда это оправдано Сергей Николаевич, вот этот высокий риск Касается конкретно рака молочных желез или яичников Или если бабушка, дедушка, мама, я не знаю Но страдали раком желудка или чего-то другого Но я говорю, что независимо от локализации Повторится именно эта локализация? Может повториться, да Но не обязательно эта локализация Любой локализации В каком-то другой форме Все поняла Вот, мужчины присоединяются к нам Я очень рада, что они не остались равнодушны К теме сегодняшнего разговора Петр Петрович, можно ли сделать МРТ всего организма Чтобы узнать, есть рак или нет А не ждать, когда он появится Можно ли проходить такое обследование, скажем, раз в год И вообще, есть ли такой метод обследования Чтобы вот исключить или подтвердить тревоги и предположения? Ну, есть такой, конечно, метод обследования Но, скорее всего, это рекламная такая акция Для привлечения, скажем, пациентов Для прохождения этих исследований Тем более, что это исследование относительно дорого Исследование всего организма В зависимости от уровня оборудования На котором оно проводится От 20 до 60 тысяч рублей Серьезные цифры Да, это серьезные цифры И не каждый может его себе позволить К тому же, каждый метод имеет свои какие-то пределы Но МРТ, с другой стороны, оно безопасно Основано на воздействии на организм Магнитного поля постоянного высокой напряженности И ответа клеток на это магнитное поле И потом с помощью компьютерной программы Все это переводится в томографический срез В общем-то, опасности особо не представляет И можно, конечно, сделать МРТ всего организма Но как часто вы сможете это сделать? И, в общем-то, не каждый человек может себе позволить Лучше всего, если это исследование будет проводиться По рекомендациями специалистов И исследоваться не все, скажем, тело А какой-то определенный орган или участок Грудная клетка, брюшная полость, позвоночник, суставы пораженные Во-первых, это намного дешевле Во-вторых, информативность повышается Доктор уже непосредственно смотрит на интересующую его область И, в общем, качество диагностики, конечно, повышается Но, в принципе, не исключено И такой метапрофилактики онкологических заболеваний Вот, видимо, тревога все-таки берет верх над здравым смыслом Но, в конце концов, выбор остается за пациентом За человеком, безусловно, в содружестве с доктором Вопрос от Оренбурженки Зои Васильевны Считаю, что в Оренбургской области Общая картина по онкологической заболеваемости Не так уж и благополучна Я права? Ну, трудно сказать, что она считает благополучной или неблагополучной Я думаю, цифры сопоставить Зои Васильевне Объективно и сложновато было бы Ну, в общем, можно сказать, что заболеваемость, да, относительно высока Наш регион находится где-то в первой тридцатке, да Из всех регионов нашей страны Заболеваемость за 2016 год составила 471 на 100 тысяч населения По России 402 на 100 тысяч населения То есть выше, чем в среднем по России Но, значит, заболеваемость растет как у нас в области Так и в России в целом, и в мире в целом В нашей области этот рост проходит где-то на уровне полтора-два процента в год И по России то же самое Только наши показатели опережают по абсолютному значению Среднероссийские показатели Вот, но что сказать Причинами роста заболеваемости Во всем мире не исключается и наш регион Ученые считают постарение населения В связи с ростом продолжительности жизни Чем старше человек, тем большее количество мутаций в клетках у него происходит Тем выше вероятность возникновения опухолевого процесса Экологические причины не так влияют на рост заболеваемости Ну и, конечно, на рост заболеваемости Ну и профилактики влияет образ жизни человека Это в первую очередь его вредные привычки Пристрастие, скажем, курение и алкоголь Его образ питания и физическая активность Вот эти причины в совокупности Если, значит, выполнять рекомендации наших докторов По здоровому образу жизни Значит, можно профилактировать 40% онкологических заболеваний Представляете, чуть меньше половины заболеваний Которые могли бы не возникнуть Но, вроде бы, вот эти вот рекомендации по здоровому образу жизни Они уже у всех оскомину набили Все их прекрасно знают Но как сложно себя заставить их соблюдать Лишний раз где-то встать, сделать зарядку Пойти куда-то в тренажерный зал Просто пройтись, пробежаться по свежему воздуху Не съесть лишний кусок мяса Не курить, алкоголь не употреблять И так далее Ну, в общем, Зоя Васильевна права Чем старше мы становимся, тем более мы уязвимы Для болезни в целом Ну да, но если мы будем соблюдать вот эти рекомендации По здоровому образу жизни То вероятность появления этой патологии у нас снизится очень здорово На 40% Прекрасное предложение Мы обязательно прислушаемся И попробуем хотя бы первые три дня Сделать лишнее движение Всегда нужно начать Начать, а потом уже Итак, сегодня о профилактике лечения онкозаболеваний В программе, в очередной программе цикла «Поговорите с доктором» Мы разговариваем с главным внештатным онкологом Министерством здравоохранения Оренбургской области Сергеем Николаевичем Суходольцем Свои вопросы по ходу этого диалога Вы можете продолжить задавать нам На сайтах Орининформ.ру Реа56.ру Орст.ру В группах «Здоровая Оренбуржия» В социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте Следующий вопрос будет от Светланы Сергея Николаевич Коллега на работе заболел Появились боли в животе Рвота Сделали УЗИ внутренних органов Все нормально Все прошло вроде бы Через три месяца начал худеть Снова появились боли Сделали КТ живота Обнаружили рак Поджелудочной железы Причем стадия уже запущенная Мы в шоке Неужели раньше не видно было ничего Ведь ему УЗИ делали Как вы-то это объясните? Ну здесь сложно как бы сказать Потому что мы не знаем Какое состояние поджелудочной железы было До этого вот острого периода Если был острый период Заболевания поджелудочной железы Скорее всего это был приступ острого Панкреатита С чем он был связан Трудно сказать С нарушением питания Либо у него был хронический процесс Который обострился В связи с чем-то Либо причиной этого панкреатита Было начало Опухолевого процесса Скажем В той же поджелудочной железе Если ему сделали УЗИ И ничего не увидели Это не значит Что у него там Не было опухоли Потому что Можно не увидеть Можно не увидеть Да Если опухоль меньше Скажем сантиметра Очень трудно ее Заметить на УЗИ В этом плане МРТ или КТ исследования Более информативно Степень подготовки этого пациента Во время исследования УЗИ Органов брюшной полости Тоже зависит на качество И результативность этого осмотра Так что Ну и степень конечно Профессиональной подготовки Того доктора Который выполнял УЗИ исследования Вот как бы Я думаю Что после Купирования Вот острого Периода Панкреатита Этому пациенту Было рекомендовано Дальнейшее дообследование Возможно К сожалению Мы этого с вами не узнаем Сегодня Да И нужно было ему Обратиться к врачу Продолжить обследование Сделать КТ И может быть на 3 месяца Раньше был поставлен диагноз Может быть ему И были даны Такие рекомендации Которые он не выполнил Сложно сказать Безусловно Вот Элла Александровна Спрашивает у вас Сергей Николаевич А можно ли просто Без направления доктора Сделать себе КТ Или МРТ Ну я бы не советовал Делать такие исследования Просто так для себя Потому что Во-первых КТ Это лучевая нагрузка Определенная То есть Не без вреда Для здоровья организма Во-вторых Если врач-регинолог Не знает Что ему смотреть Ему сложно Как-то определиться С областью исследования Все-таки Я бы рекомендовал Сначала обратиться К профильному специалисту Хирургу Терапевту Который Назначит Это укажет Какой-то дифференциальный ряд Который нужно Так сказать Посмотреть на этой диагностике КТ МРТ А затем же делать Прицельно Какое-то исследование Мне кажется А так вообще По своему желанию Как говорится Любой каприз За ваши деньги Но я думаю Что не нужно Бежать Где-то впереди Паровозы Вы не Ну я так полагаю Что обычный пациент Не врач И он не может сказать Что именно Ему нужно посмотреть Вопрос Вопрос Только что Нам принесли Позвонил Из Орска Николай Николаевич У меня Саркома Капуши Правильно Произношу Перенес Четыре операции Боюсь идти в больницу Дадут инвалидность И меня выгонят С работы А мне надо Детей на ноги ставить Как мне быть Посоветуйте Я так думаю Что если есть направление Лечиться дальше То нужно лечиться В противном случае Болезнь может Прогрессировать До такой степени Когда уже Даже лечение Может не помочь И тогда Кто же будет Так сказать Ставить детей На ноги Пока есть Возможность лечиться Нужно лечиться Несмотря на то Что болезнь Рецидивирует Прогрессирует Есть разные методы Лечения Если не помог Один метод Можно перейти На следующий уровень Лечения И так далее То есть я думаю Что не нужно бояться Обращаться к врачам И выполнять Все их назначенные Лечения Все таки Нужно ему следовать Ну вот оно Безнадега Точка ру Ну почему безнадега В общем У нас сейчас Очень много методов Лечения Онкологической патологии И в общем Мы успешно Справляемся С этой патологией Единственным условием Для этого Необходимо Раннее выявление Ее На ранних стадиях Чем раньше выявлены Патологии Тем лучше Результат лечения Вот это нужно помнить Ну пусть помнит Об этом Николай Николаевич Изорского Который нам позвонил Ну я не знаю При поддержке Близких Родных Самых Дорогих Людей Наверное И эту ситуацию При помощи Поддержке Врачей Как-то можно Эту ситуацию Я думаю Что да Разрулить И с детьми Все будет хорошо Встанут на ноги Не переживайте Позвоните нам Пожалуйста По телефону Так же как Николай Николаевич Изорска Сделал это только что 83532 388 250 Телефон Прямого эфира Сергей Николаевич Суходолец Главный Внештатный Онколог Министерства Здравоохранения Оренбургской Области Открыт Для вас Попасть На прием Крайне сложно Я так думаю В обычной жизни А вот сегодня Наша программа Поговорите с доктором Дает вам Такую возможность Поговорить с ним Напрямую Аркадий Из Оренбурга Спрашивает Как часто Надо проходить Флюорографию Чтобы не пропустить Рак легкого И не опасна ли Сама Сам метод Обследования В этом плане Скажите уже мне Как правильно Флюорография Или флюорография В конце концов Флюорография Хорошо Да Значит Ну в общем-то Это не метод Выявления Рака легкого Рак легкого При этом методе Исследования Конечно Может остаться Незамеченным Ну во-первых Он может остаться Незамеченным Если опухоль Не очень больших размеров И выявляется На довольно поздних Стадиях развития Конечно Это исследование В первую очередь Направлено На выявление Туберкулеза Каких-то Доброкачественных Опухолей Но не рака легкого В скрининге Рака легкого Это исследование Как правило Не применяется Гораздо информативнее Компьютерной Томографии Легких Но для этого Тоже нужны Определенные Показания Какие они могут быть Это Рецидивирующая Пневмония Да Или Значит Неэффективное Лечение Пневмонии То есть Обычно Оно проходит За 21 день Да За 2-3 недели Если Эффекта От лечения Нет Нужно уже Задуматься Что явилось Причиной Возникновения Этой пневмонии Провести Дополнительное Исследование В виде Компьютерной Томографии Легких И Исключить В первую очередь Причину Этой пневмонии Это Какое-то Новообразование В легких А дальше Если мы его Исключили Лечить Пневмонию Как обычно Вопрос от Натальи Мне сказали Что Момографию Проходят Женщины Только после 40 лет Мне всего Лишь 27 Но я могу Вот пройти И претендовать На это Обследование Ну Правда Говорим О таком Кризисном Возрасте 40-летия И Ей 27 Да И о том Что после 40 надо Более пристально Относиться К здоровью Наталья озабочена Сейчас 27 Момография Проводится Начиная С 39 И выше В возрасте 27 лет Молочные железы Имеют Немножко Другую Структуру Они Более Плотные И Момография Здесь Не очень Результативна УЗИ Да В этом возрасте Проводится УЗИ То есть Помимо Осмотра Специалистам Момологам Как правило Выполняется УЗИ Если есть Какие-то Образования Можно взять Биопсию То есть Кусочек ткани Из этой опухоли И поставить Точный диагноз Но для начала Пусть Наталья Не торопит События Если уж Обследование Если у нее Есть какие-то Сомнения Подозрения Ощущения Нужно обязательно Обратиться К мамологу Гинекологу Хирургу В конце концов Провести УЗИ Исследования И В общем Отмести Все сомнения А дальше Уже Так сказать Жить Спокойно Сергей Николаевич Большое спасибо Вам за эту встречу За то что мы Так основательно Подробно поговорили Единственное что Огорчает Что не на все вопросы Мы успели сегодня Дать ответы Я думаю Это не последняя встреча Я думаю Мы еще обязательно Увидимся Потому что Онкозаболевание Профилактика лечения Вызывает живейший Интерес у нашей аудитории Спасибо всем вам Друзья мои За участие В сегодняшнем разговоре И персонально Благодарим За информационную поддержку Компанию Медиатайм И региональный портал Реа 56 И конечно Урск.ру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok